Делегация Метеопост представляет собой небольшой оборудованный мобильный павильон, где несколько раз в сутки считываются показания приборов. Постоянное слежение за качеством воздуха идет по специальным программам. В итоге пункт дает объективную картину по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе производственной и жилой зоны. Нам нужны метеопосты. Если нужны, то где мы можем поставить метеопосты? Здесь вот в Новом Горде, например, на границе или там был лучше меня знает где. На сегодняшний день на территории области действует 4 стационарных поста федерального значения и 7 постов регионального. Количество региональных постов увеличат уже до конца года. Специальные будки установят в Сурском Сенгилее, в Ульяновске, на Московском шоссе. На следующий год еще два поста появятся на верхней террасе в железнодорожном районе и еще один в рабочем поселке Мирный. Кроме этого, специальной рабочей группой создана дорожная карта по охране атмосферного воздуха не только в Заволжском районе Ульяновска, где сегодня сконцентрировано большинство вредных предприятий, но и на всей территории области. Для нас крайне важно следить за превышением допустимых концентраций отдельных видов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и своевременно принимать управленческие решения. В продолжение темы уже на совещании глава региона подвел итоги работы регионального государственного экологического надзора. Еще один раздел плана это связанное с атмосферным воздухом, состоянием водных объектов, почвенных ресурсов, охрана и защита объектов животного мира тоже несомненно предмет нашего большого внимания, состояние государственного лесного фонда, экологическое образование и воспитание, но и, что очень важно в сегодняшний день, повышение экологической привлекательности. За 9 месяцев текущего года профильным министерством совместно с правоохранителями и государственными надзорными органами проводились рейды в местах расположения возможных источников загрязнения атмосферного воздуха. По итогам проверок установлено 53 человека, занимающихся коммерческой деятельностью в Заволжском районе Ульяновска с нарушением норм законодательства об охране окружающей среды. Сумма наложенных штрафов составила 440 тысяч рублей. Однако глава региона отметил, что эконадзор по большей части должен иметь предупреждающий, а не карающий характер. Главное предотвратить нарушения, а не душить бизнес. С этим согласились представители предприятий, для которых экологичное производство не просто слова, а принцип ежедневной работы. Если говорим о чистоте производства, это для нас очень важно, потому что с одной стороны мы должны заботиться о своих рабочих, которые здесь работают, и с другой стороны тоже есть окружающая среда. И тоже обращаю ваше внимание, что компания Хэмпет построила здесь завод, и он есть самый новый, самый современный на этом момент вообще в мире. По итогам совещания принято решение о расширении деятельности региональной службы эконадзора. Уже на следующий год будут выделены дополнительные средства на увеличение штата сотрудников и активизации их работы во всех районах области. Кроме этого, губернатор поручил ответственным чиновникам информационно оповещать население о состоянии окружающей среды и загрязнении воздуха. Сделать это планируется через областные теле, радио, интернет и печатные издания. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Управды ТВ.